Трудные места описания с библейским порталом Экзегет. Первое послание Паула к Коринфянам, 1 глава, 10 стих. Такой гимн тоталитаризма, если читать буквально. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Чтобы вы все говорили одно и то же, чтобы вы все думали одно и то же. Я родился в государстве, которое этого требовало от своих граждан. Мне не понравилось. И оно довольно скоро после моего рождения развалилось. Неужели Павел этого хочет? Чтобы все на собраниях выступали, решительно поддерживали, одобряли линию партии. Более того, думали так, на самом деле. Когда я родился в 70-е годы, в детстве моем не думали все уже так давно. Что-то, мне кажется, вот мы неправильно здесь понимаем. Или мы привносим свои какие-то привычки. Слушайте, но он же дальше ясно комментирует. Ибо от домашних Хлоинах, ну, Хлоя, очевидно, некая женщина, которую все хорошо знали. Кстати, поражаешься, насколько у Павла большую роль играют женщины. Он часто упоминает именно женщин. Иногда даже на первом месте. В христианских общинах, очевидно, они были ничуть не ниже мужчин. Так вот, от домашних Хлоинах сделалось мне известно о вас, братья, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Тот, кто говорит, я Христов, конечно, самый скромный, да. Ну, как и сегодня. Я не буду называть конкретных имен. Но те, кто знакомы, неважно, там, с православной или практикой, с какой-то другой, отлично знают. В политике это прямо фонтаном бьет, но и в церковной жизни тоже струйка течет. Я из таких-то, а он из таких-то. Мы между собой не дрожим, не общаемся, потому что вот они плохие, мы хорошие. Вот в этом контексте можно понимать эти слова. То есть, чтобы вы говорили одно и то же. Не в смысле долбили, как попугай, одни и те же формулировки и думали одно и то же. Но в смысле, чтобы между вами не было разделений по каким-то идеологическим принципам. А когда действительно люди ставят барьеры и с помощью своих слов, а прежде всего же словами, такие вещи обозначаются, с помощью своих слов посылают друг другу сигналы. Вот сегодня, когда летит самолет, он посылает систему ПВО, сигнал свой-чужой. И система ПВО его распознает. Если он чужой, значит, нам надо поднимать тревогу, выяснять, кто возможно сбивать. Вот очень часто в общении ровно это и происходит. Люди говорят какие-то маленькие словечки, которым сразу понятно. Ага, ты гнилой либерал, а ты замшелый ретроград, да? Я уж не буду опять-таки имен приводить, это нас уведет слишком далеко. Но мы все понимаем, наверное, о каких именах может идти речь. И вот Павел говорит, а давайте вы не будете использовать эти словечки. Гнилой либерал, там замшелый ретроград, и еще и похуже, да? Давайте вы будете говорить на одном языке. Почему я так считаю? Может, я вношу свои какие-то предпочтения в текст? Да вот, вы знаете, более или менее это и греческий язык поддерживает. Ну, смотрите, что здесь написано. Ну, чтобы вы говорили несказанно, буквально какие-то вот одинаковые слова. А тоауто — это, в общем-то, довольно слабая форма, которая обозначает одно и то же. И, может быть, используется даже не в значении одни и те же слова, это понятно, да? А скорее вот в значении какой-то совместимости. И, собственно, и все. То есть, что у них должно быть общее? Они должны быть соединены в «нус» и «гнома». Два таких философских термина — это вовсе не одни мысли, как переводит синодальный перевод, то есть каждый думает одно и то же, какой-то тоталитарный кошмар, да, Оруэлл. Но «нус» и «гномы» — это, может быть, скорее мышление и воля, чтобы у вас было одно мышление, ну, чтобы вы взаимодействовали в каком-то едином понятийном пространстве, так бы я это сказал. Греки очень любили вот все эти философские слова, у них эта терминология была довольно хорошо разработана, и «гномы» — это воля, но в значении осознанной воли. То есть не просто я хочу там погулять, а я хочу спать, да, или там я люблю чай, я люблю кофе, да, у них, конечно, не было ни чая, ни кофе. Вот, это именно решение, которое человек или группа людей принимает осознанно, изъявляет эту волю и начинает действовать в соответствии с ней. И смотрите, ведь это совершенно не означает, чтобы они одного и того же хотели. Это означает, чтобы они приходили к одному и тому же решению в результате. «Я перевел это так. Я призываю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, будьте все единогласны друг с другом. Пусть среди вас не будет расколов, оставайтесь в единстве, сообща, выносите суждение, сообща, принимайте решение». А мне кажется, что греческий оригинал больше соответствует именно такому переводу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...